Что ж, мы переживаем времена худшей экономической ситуации, которую когда-либо видел живущий на земле человек. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Рынок растет, но какой ценой? В этом видео я покажу вам данные, что на самом деле рынок сейчас экстремально переоценен. А затем легендарный инвестор Говард Маркс поделится своим видением актуальной экономической ситуации в мире. Для начала давайте посмотрим, что происходит с S&P 500. После падения на 35% за несколько недель индекс сумел нивелировать часть этих потерь. На дне цена составляла около 2200 долларов, на сегодняшний день это около 2900. Это 33% роста. Но индекс все еще не достиг отметок исторических пиков 3400 долларов, как в феврале этого года. Однако мы не наблюдаем V-образное восстановление рынка, как многие ожидали. Вместо этого мы видим формирование логарифмических паттернов. Именно поэтому я убежден, что восстановление индекса произошло лишь потому, что ФРС вливает триллионы долларов в рынке. Очевидно, только покупки казначейств не хватило, поэтому теперь Федеральная резервная система выкупает и корпоративные долги. Благодаря этому ФРС имеет возможность вливать еще больше денег и еще быстрее. Только время покажет, что будет на протяжении следующих нескольких недель. Но зато я могу показать вам, почему спустя несколько лет рынок может оказаться даже ниже, чем сейчас. Перед вами коэффициент Шиллера, известен еще как циклический скорректированный коэффициент. Он отображает отношение рыночной цены акций к чистой прибыли компании за последние 10 лет с поправкой на инфляцию. Проще говоря, с помощью него можно понять, насколько рынок недооценен или переоценен. Этот инструмент был разработан Робертом Шиллером, а популярность пришла во время пузыря доткомов, когда с помощью этого коэффициента Роберт и предсказал крах пузыря доткомов. Сегодня его чаще всего применяют для анализа индекса S&P 500, но на самом деле применять его можно и к остальным фондовым индексам. Коэффициент Шиллера немного сложнее рассчитать, чем обычное соотношение цены акции к чистой доходности компании. Чтобы рассчитать обычное соотношение цена-прибыль, нам нужно просто разделить цену акции на годовую или квартальную доходность компании. Коэффициент Шиллера же намного более полезен для оценки рынка и имеет следующую формулу, если мы хотим рассчитать его для S&P 500. В числителе актуальная цена S&P 500. В знаменателе же годовая доходность индекса с учетом инфляции, то есть средняя арифметическая доходность за 10-летний период. Например, сейчас S&P 500 стоит 2922 доллара. 2922 мы ставим в числителе. В знаменателе же у нас средняя арифметическая чистых доходностей за 10-летний период. Получаем коэффициент около 27. Что это значит? Рынок считается справедливо оцененным тогда, когда коэффициент Шиллера находится около 14. Если он находится в диапазоне от 7 до 14, значит рынок недооценен. Если он находится в диапазоне от 14 до 20, значит рынок переоценен. Если же коэффициент и вовсе выше 20, значит рынок находится в состоянии пузыря. Прямо сейчас мы видим, что коэффициент Шиллера находится на отметке 27. Очевидно, на рынке раздут гиперпузырь. Стоит ли сейчас вам, как инвестору, инвестировать? Я не даю финансовых советов, но коэффициент Шиллера говорит нам о том, что есть большая вероятность того, что на протяжении следующих нескольких лет мы можем увидеть снижающиеся доходы инвесторов. Я не удивлюсь, если мы увидим этот коэффициент на отметках 20 и даже ниже. Давайте послушаем, что скажет легендарный инвестор Говард Маркс о состоянии сегодняшней экономики. Кстати, если вам нужно поменять валюту или криптовалюту, обязательно пользуйтесь моим мониторингом обменников exchangesumo.com, ссылка на него будет в описании. Пользуйся exchangesumo.com, поддержи богатейшего Ди. Я думаю, у ФРС большая сила, но не вечная, хотя Джером Пауэлл и говорит, что у них бесконечные запасы прочности. Но я не уверен, что это действительно так. Я знаю, что ФРС может заставить рынки вырасти и держаться на плаву до тех пор, пока ФРС покупает. Но я не знаю, смогут ли они покупать вечно. Сейчас все совершенно новое. Исторически ФРС никогда не покупала корпоративные ценные бумаги, а теперь она это делает. Причем даже бумаги неинвестиционного класса. То, что она покупает, может заставить рынок расти, но рост приходит только если ФРС покупает. Это как мячик на струе воды, которая бьет снизу. Пока поток воды не ослабевает, мячик держится наверху. Как только мы отключим воду, мячик упадет на землю. Похоже, ФРС надеется, что их покупки также вселят уверенности в людей, которые тоже начнут покупать. Это мы еще увидим, а также будущее покажет, останутся ли закупки ФРС на том же уровне. А есть ли причины полагать, что мячик упадет? Давайте поговорим про рынок корпоративных облигаций. За 10 лет до финансового кризиса мы наблюдали серию количественных смягчений. И каждый раз, когда ФРС пыталась больше не помогать рынку, мы видели истерику инвесторов. Мы видели много других таких случаев, кроме 4 квартала 2018 года. Предполагаете ли вы, что момент, который пытается отсрочить ФРС, момент прекращения поддержки и падения платежеспособности, снова случится? Я думаю, это должно случиться в какой-то миг. В этом и вопрос, сможет ли ФРС поддерживать рынки вечно. И если нет, то ослабнет ли после этого рынок. На самом деле, я верю, что многие из нас не продавали бы ни акции, ни облигации по тем ценам, за которые они продаются сейчас, если бы ФРС не была основной силой на рынке. Так что, если ФРС перестанет покупать, мы должны будем это делать, но не на таких уровнях, я полагаю. ФРС сейчас не могут себе позволить не поддерживать рынок. Я лично верю, что они могли бы немного раньше, но не теперь. Дети любят конфеты, а инвесторы любят низкие ставки, но дисциплина всё-таки важнее всего. ФРС и вправду является серьёзной силой. Но их сила не безгранична, как утверждает Джером Пауэлл. Первое оружие в их арсенале – это процентные ставки. Второе оружие для стимуляции экономики – это печатание денег. Сейчас этот процесс работает просто без остановки. Вы просто посмотрите на это, вот почему фондовый рынок растёт. Но ФРС явно с этим нужно быть поосторожнее, ведь гиперинфляция доллара будет просто неизбежной при таком сценарии. Мне понравилось, как Говард Маркс объяснил сегодняшнюю ситуацию с экономикой. «Экономика – это мячик, который поддерживается потоком воды. Пока поток не ослабевает, мячик остаётся в воздухе. Но как только мы выключим подачу воды, мячик упадёт на землю». Вы привели очень запоминающуюся цитату. «Капитализм без банкротства – это как религия без ада». Невероятное утверждение. Дело в том, что сегодня у нас не так много банкротств, потому что ФРС и Министерство финансов делают всё, чтобы поддержать экономику и бизнес. Обстоятельства изменились. Как, по-вашему, на этот раз стресса будет меньше, и если да, какие будут последствия? Вы не закончили вопрос. Меньше, чем когда? Чем обычно? На ваш выбор. Что ж, мы переживаем времена худшей экономической ситуации, которую когда-либо видел живущий на Земле человек. Чтобы увидеть хотя бы что-то близкое к этому, вам нужно вернуться в 30-е годы прошлого столетия. Но, скорее всего, сейчас всё даже хуже. Уровень безработицы может достичь куда больших значений, чем во времена Великой Депрессии. Прогнозы по ВВП – минус 30-40% за второй квартал. Такого падения вообще никогда не было. Так что мы в наихудшей экономической обстановке прямо сейчас, скажем, за всю историю. И это приведёт к наибольшему стрессу за всё время. Это может и не случиться, если ФРС и правительство не сложат руки. Но, тем не менее, мы уже находимся в очень существенном стрессе. В 1991 и в 2001 у нас были годы, когда экономика падала на 10%. Сейчас в любом случае уже на 20%. И до сих пор есть множество компаний и инвесторов, тонущих в долгах и требующих огромного количества денег. Некоторые из них не получат их и обанкротятся. Ещё одна вещь, которую я хочу упомянуть – это влияние на общество. Есть такое понятие, как моральный риск. Когда люди, занимающиеся рискованной деятельностью, вдруг сталкиваются с чем-то, что может наказать их за эти риски, и эти люди неожиданно поддерживаются и защищаются от рискованного поведения, это и есть моральный риск. Это как раз та самая ассоциация с садом. Чтобы бизнес и инвестиции работали как следует, должен присутствовать фактор страха. Например, я боюсь потерять деньги от своих клиентов. Это заставляет меня быть рассудительным. И это строит мою карьеру, помогает мне расти, помогает мне искать правильные инвестиции и компании с лучшим будущим. Даже если у таких компаний есть финансовые трудности. Когда люди не боятся, когда люди верят, что могут увлекаться рискованной деятельностью и будут обязательно защищены от последствий этого риска, это создает бесстрашие, что, по моему мнению, очень плохо для экономики. Капитализм без банкротства, как религия без ада. Живем ли мы в эпоху настоящего капитализма? Или все-таки в эпоху капиталистических доходов во время бычьих рынков и социалистических потерь во время медвежьих? Это уже было в 2008 году. Банки делали деньги до тех пор, пока не попали в неприятности. Когда это случилось, ФРС вышел на рынок и спас их банковские задницы. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатеете. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин